Девушки отдыхают Удят пчелы в Либи Русское небо над русской землей Разве я не любил этого? Разве я не любил миллионы русских людей? Они выгружались из вагонов и шли на линию огня и смерти Со смертью я в прятки не играл Позади цепей в атаку не ходил Родина это был я сам Большой гордый человек Оказалось, Родина это не то Родина это другое Это они, русские люди Распорядились по-своему В семнадцатом году на фронте от стыда и позора я чуть с ума не сошел Потерял в себе большого человека Маленьким быть не хочу И каждый раз на сцену Как на плаху И залу каждый раз глаза в глаза И песни стихи свои с размаху Как бумеранг в настороженный зал И каждый раз душа на части рвется И вновь себя сомнениями крушу Как примется, поймется Отзовется все, чем живу, чем с малых лет дышу Плевать мне трижды на аплодисменты Я в них не верю, честно говоря Копеечные эти позументы В избытке нынче дарят всем бодрят Пусть мимо мчится госпожа удача Наградами, званиями звеня Я знать хочу Что я хоть что-то значу Что в чем-то людям пользы от меня Что я не зря живу на белом свете Что я не зря не даром хлеб жую Что я, как вы, за все вокруг в ответе Что вашу боль пою, как боль свою Что ваши мысли мои стихи питают Что ваша сила силу мне дает Что вам, как мне, так правды не хватает И кулаков порой не достает Я знать хочу, что слово станет делом Фундамент ляжет крепким кирпичом И в грозный час мы вместе с вами Смело на смертный бой пойдем к плечу-плечо Я верю в вас Та вера неизменно И как соратник ваш И как собрат Я должен вам напомнить непременно Что вместе мы сильнее во ста крат Что только вместе зло за горло схватим Что только вместе одолеем тьму Мне той борьбы до дней последних хватит И нет покоя сердцу моему И снова я на сцену, как на плаху И снова, как на угольях в печи Донати вам последнюю рубаху Любимые, родные, палачи Мне на веку написано сражаться За истинную, праведную Русь Поймите же, помилуйте же, братцы А нет, рубите Я вас не боюсь Спасибо Спасибо Ну а с продолжения разговора о добре О добрых людях Вам, людям добрым, такая песня есть Вот я тоже вначале ее хочу спеть С тех пор, как завертелась вдруг вселенная Добро и зло воюют день и ночь С тех пор у нас забота неизменная Ну как добру, ну чем добру помочь Узла мы знаем, кулаки пудовые И нервы, как стальной канат, крепки А злые все, как правило, бедовые А добрые, как правило, рабки Человечество проверило веками С темной силою сражения нелегки А добро оно должно быть С кулаками, с кулаками Люди добрые, сожмите кулаки А добро оно должно быть Непременно с кулаками Люди добрые, сожмите кулаки А зло оно проклятое, живучее Завистливый, коварный, подлый враг Все метят в спину светлому, да лучшему Толкает нас в невежество и брак Грязные лапы в душах наших роется Надежды наши добрые крадет А без добра планета остановится А без добра и солнце не взойдет Человечество проверило веками С темной силою сражения нелегки А добро оно должно быть С кулаками, с кулаками Люди добрые, сожмите кулаки А добро оно должно быть Непременно с кулаками Люди добрые, сожмите кулаки Трясет планету поступь многотонная Шагает зло в твуличье своем Ползет по свету пятую колонною Кружит над нами черным вороньем Но добрые, как правило, бесстрашные Плечом к плечу нам встань Там, но пора, пора вперед Друзья, в атаку, в рукопашную На тьму под светлым знаменем добра Человечество проверило веками С темной силою сражения нелегки А добро оно должно быть С кулаками, с кулаками Люди добрые, сожмите кулаки А добро оно должно быть Непременно с кулаками Люди добрые, сожмите кулаки АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аркадий Саксарый мой друг Говорил в одном из спектаклей Персонаж у него Вы меня озадачите вопросом Я вас озадачу ответом Вот с этого и начнем Пожалуйста Михаил Иванович Кем вы себя считаете больше? Поэтом или музыкантом? И что для вас первично? Стихи рождают музыку или наоборот? Хороший вопрос Конечно, литература выше Безусловно И выше актерства У меня жена Царствия Божия 45 лет мы прожили Она всегда верила в меня больше Чем я сам И вот я вспоминаю строчки Развеял сомнение души И в заключении, как всегда, сказала Попробуй у меня понепиши Действительно Потому что литература Это первоснова всего Если есть хорошие стихи Мелодия При даже среднем таланте композитора Она уже рождена Она заложена В стихах И если это находит Отзвук И понимание Взаимопонимание У того, кто это читает Или слышит Это наибольшая радость Потому что ты не творишь в стол Понимаете? Вот я такой Я написал Это дурацкая толпа Это страна Понимаете? Она меня не понимает Это непризнанные гены Это ужасно Ты написал И это кроме тебя Кому-то еще нужно Добрый вечер, Николай Иванович Удивительная история В основном вас знают По песням Кинофильмам Но ведь вы были Еще и замечательным Популярным Эстрадным актером И драматургом Как вы все-таки попали На эстраду? С кем вы играли? Что играли? Как попал? Я в детстве Началась война Я москвич Родился в Москве Я жил в центре В Явовской больнице В центре Москвы Она до сих пор Явовская больница А там был госпиталь Сразу Охрана по входам Выходам Дворец Как идете От Котиневской высотки Наверх Огромный забор Дворец Это мой дворец был Только я во дворе жил В бывшей конюшне Такая удалка была Больница почти 200 лет существует Роскошная И, значит Палаты по 70 Коридорах 78 человек Палаты С передовой привозили людей Раненых, перебитых Я все это помню Я мальчишка был Меня ставили на табуретку Или там между кроватями Там где-то Койками, как говорили Да Вот что-то я пел Плясал На пупе вертелся Какие-то ввел Народные песни Какие-то блатные Там рядом таганка Я смысла не понимал Но понимал, что доставляет Удовольствие людям Мне было радость Что я не просто какой-то там А я что-то Что-то людям от меня Какая-то польза Мы хотели С детства были Так воспитаны Мы тоже что-то должны Доброе делать Все стараются Все трудно Все стараются Вот мы лезли Нам по шее По заднице Не лезть Зажигалки тушить Вот такие вот Клещи схватали Зажигалки бросали Особенно в 42-й В 41-й Термитный Такой цвет Незабываемый Ну и мы Значит Всовались нам По затылку Но мы вот Хотели помочь И вот я нашел Вот эту самую Нишу такую Где от меня Была польза с детства Это было очень важно Потому что были воспитаны Необходимостью Быть взрослыми Взрослая система Оценок Действительности Все умели делать За Мукови За Мукови Там стояли За керосином Дрова там Печки Брат на работе Отец на фронте Мать две смены Отец у меня ржев Прошел Мясорубку Потом Дахау Бухенваль Понимаете Отдельный разговор Вот И я выступать начал То есть К сцене у меня Вот с детства Такая тяга Такая какая-то Подсознательная Не знаю В общем я Давно в этом деле Потом много работал По самодеятельностям Студенческие годы Тоже самодеятельности Везде был Много лет был В Дворце культуры Лихачева А тогда это был Собственно Самый большой В стране Знаменитый Дворец культуры Из этого самодеятельства Вышел Вася Лановой Василий Семенович Вера Васильева Я там Тоже был много лет Но я был В так называемых Малых формах А что такое малых формах Это эстрада Мы-то играли сцены Из больших спектаклей Из оперет Из каких-то мюзикалов По-другому назывались Музыкальные комедии Это куплеты Это частушки Это Бог его знает Художественные слова Во всех жанрах Когда вам только 20 лет Для вас распахнут Целый свет и сердце И если заскучит В нем музыка звучит Танцует каждый В 20 лет Плохого в этом нет Но жизнь не вальс Не минует Нелегкий пироет Ее нельзя пройти скользя И мы должны сказать Что даже в 20 лет Нельзя по жизни танцевать Первый голубой гонек Это был В апреле 62-го Второго года Шаболовки Причем прямой эфир был Прямой Без записи Оказывается Они записывали 40 лет спустя Мне подарили Я бы увидел Что я делал 40 лет назад Творческому человеку В любое время В любой стране Нужна Нормальная профессия Особенно мужику Нормальная Вот у меня строительная профессия Я черемка строю Мастером Прорабом работаю Поэтому Ну получился бы артист Или там поэт Хорошо Не получилось Ну бог с вами Я бы для души играл Но у меня была бы Возможность Всегда Честным трудом своим Полезным Заработать кусок хлеба Я бы не бегал И не конючил Что вот гений Непризнанный гений И так далее Ну для души бы играл Вот и все Я пришел в студию Театр эстрады Московский Театр эстрады Смирнов Сокольский Тогда главный там был Значит был принят в студию Меня пригласили В студию Сразу И когда у меня профессия была Я уже так поработал Там Москву построил Немножечко Дома два там Не развалились До сих пор В Черемушку Раньше с опаской проезжал А сейчас Да-да-да Это я там Несколько Вот Клал Там значит Там фундамент БФ Блоки-то новые Модные Течения А там глина Ходили вот так все Рыжие Вот так В глине Высухли И вот по кругу Я помню Яма Огромный Котлован И вокруг Дошки А в середине Кран Вот этот самый Кран Гусеничный Я как сейчас помню Шкода Чехословатский кран 47 тонн весом Буксовал Знаете Какая Жижа была Какая Глина И на него Забирались Как Огромные доски С бровки Были на него Проложены И на кран Как над озером Туда забирались Крановщики Вот эти блоки Расклад Очень хорошая Мужская работа А вечером Работал Во всех Жанрах Во всех Этих Вот Мужская работа Аня Влюблен На смерти Маня Я вас люблю Таня Я ваш Поверьте Саня Любви Малю Я клянусь Вам Вы единственная Ксения Только вас Я была всю жизнь Моя Евгения Рожденный Мой друг для друга Друг для друга О, Марина Будь моей Екатерина То есть Нина То есть Дина То есть Зина А может быть Капитолин Впрочем Какая разница Без тебя У меня жити Думали Веришь Что я умру Любя Аля-ва-ля-ля-ля Галя Я люблю Одну тебя И тебя И тебя И тебя 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 Их раз И еще раз Обожаю Только вас И вот было Закрытие Зимнего сезона Июнь 58-го года Спектакль Комедия Вадима Коростылева Переодетый жених Я играю Главную роль Тогда 58-го Партнера мои Миронова И Минахи Александр Семенович Миров И Новицкий Эл Некрасова Такая заслуженная Киношница была И Алексей Григорьевич Алексеев Тот самый Театрал его помнит Который Сто с лишним лет Прожил И он у нас Играл зрителей С прошлого века Очень интересный Заводной Прекрасный спектакль Это просто Первые шаги мои Поэтому Эстрадия С 58-го года Сколько? 53 года Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Да Михаил Иванович Я слышал Что сценарий Замечательных фильмов Ошибка Резидента И судьба Резидента Был основан На реальных событиях Знали ли вы Прототипа Своего героя Если да То кто он? Эта история Была Один к одному В жизни Один к одному В конце 50-х Год Что ли так Где-то она развивалась На Урале Там действительно Один к одному Я знал людей Которые в этой операции Участвовали Но кто вот точно Кого играл Но я подозревал Что это он Но он как-то Так все уходил От этого Один из авторов Сценария Востоков Фамилия вот другая Владимир Владимирович Сами понимаете Вот один из тех Кто участвовал в этом Но я не исключаю Того что он и был Вот этим прототипом Зачеркнуть бы Зачеркнуть бы всю жизнь Да сначала начать Полететь к ненаглядной И вунью своей Да вот только узнает ли родина мать Одного из пропащих своих сыновей И у нас конечно контрразведка была Консультанты Специалисты Большие и малые Смотрели Где что как Вели весь фильм На протяжении съемок И все было Серьезно Вот А с детектором Вообще-то первый раз В кино показали детектор У нас тогда этот полиграф Только-только смотрели Где-то там В таких закрытых Лабораториях Проверяли Эффективность и так далее И вдруг здесь детектор Ложи В съемочный павильон Приходят значит эти Перед съемкой Значит ребята посмотреть Как что А это что у вас такое А они говорят Да так тот жепа Да что с ума сойти Фанера Говорят Ну вот Эти сами придумали Что вот так Да вы что Нас засмеют все наши коллеги Во всем мире Это интересно Я говорю А почему во всем мире А потому что Оказывается Все фильмы Разведки Контрразведки Самые лучшие И самые плохие В обязательном порядке Смотрят все Разведки Мира Чтобы вы знали Да Почему Потому что где-то Кто-то Пороговорился Какой-то новый Метод работы Где-то Что-то явно Не так Не надо Это повторять Где-то И целая Индустрия Понимаете Целая философия Разведшколы Думается в такой Ерунде Да Вот вам пожалуйста Мы перед своим коллегами Не хотим краснеть А что делать А там же план 24 метра Плюс Смета Вы что Съемочные дни Сколько За это время Должны снять Сцену Все За три дня Потому что Стержень Самообладание В высшей степени И там Мне объяснили Какие-то тонкости Я его прошел Продолжим Ваша мать жива Да Зароков работает Софером такси Я не знаю Никакого Зарокова Слушайте Только Да или нет Смотрите прямо Вы сотрудник Иранской разведки Нет И советский разведчик Нет Вы коммунист Нет Леонид Круг Отдал вам свои вещи В санатории Да Вы сегодня завтракали Да Зароков Выше вас ростом Не знаю Никакого Зарокова Слушайте Только Да или нет Смотрите прямо Вас зовут Павел Да Вы хотели попасть за границу Да на кой нам не нужно Поэтому я с гордостью говорю Что много лет Уже десятков Можно сказать Как только Во всех разведшколах Мне рассказывали мои коллеги Как только подходит Предмет к изучению ДТК лжи Показывает сцену допроса Во всех деталях Как учебное пособие До такой степени Это было точно сделано На самом деле Для меня это вот Такая гордость Понимаете На самом деле Так Смотрите пожалуйста О Ну давайте споем сейчас Как всегда Мы до ночи стояли с тобой Как всегда было этого мало Как всегда Загнала тебя мама домой Я метнулся к вокзалу Опять от меня сбежала Последняя электричка Я по шпалам Опять по шпалам Иду 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 Домой по привычке А вокруг тишина А вокруг не души Только рельсы усталые стонут Только месяц За мною вдогонку бежит Мой товарищ бессонный Опять от меня сбежала Последняя электричка И я по шпалам Опять по шпалам Иду 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 Домой по привычке Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- Спать неохота, опять от меня сбежала Последняя электричка, и я по шпалам, А я по шпалам иду, 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 иду Домой по привычке. Не унять непонятную радость мою Так вот каждую ночь коротаю Завтра снова с любимой до звезд простою И опять опоздаю Не жди ты меня, пожалуй, последняя электричка Уж я по шпалам, опять по шпалам пойду Пойду, пойду, пойду домой по привычке ПОЮТ 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 И я не даром сказал, счастливый человек, потому что я видел общество наше в лучшем его проявлении. Когда немцев отогнали от Москвы, нас забрасывали к незнакомым людям на откорм, на все лето. На все лето в деревню Дубровку, вот Протва, это напротив родины Жукова, под Малорославцем. От Обнинска она идет, 10 километров, в деревню Дубровка, на берегу. Красота обалденная, это просто удивительно. Я вот Москву с детства познал и еще глубже познал эту глубинку, так называемую, это глубина российская, деревня. Немцы стояли неделю всего на все. Через неделю полдеремь сожгли, зачем-то там ничего в военах и бегах не было. Я когда приехал, там на лето, там не было ни света, ни газа, и до этого не было, и потом не было ни электричества. Все, жили в землянках, в своих погребах. Дом сгорел, вот в погребе жили. Но какая сила духа была. Это значит, утром, там 4 поднимаются, бригадир говорит, выходи, свою жену пошли. А потом поругаются, собираются и работают. Пашут в колхозе, потом на собственном огороде, а огород 50 соток был. Поэтому если не ленилась, себя кормила спокойно, можно было все посадить. Картошки, морковки, лук не ленись, ты себе год обеспечишь. А в основном женщины же, понимаете, мужиков не хватало. Вот она впрягалась туда-сюда, значит, этот, на покос, это на прополку, значит, работа тяжкая, все руками-то. Потом днем прибегает, покормить, скотине задай, там что-то прополнуть свое. Вечером солнце, жара спала, опять туда-сюда, значит, покос, прополка, все эти самые, сенокосы и так далее. Это вечером опять тот же круг, напоить, накормить, себя не забыть. Ну, что можно, кто еще умеет. Дальше человек должен упасть, вот я так приехал, думаю, падает, женщина, любой мужик там, падает. И до утра, дай бог, немножко до 4 ночи, утра доживет, живой, может быть, проснется, да еще на работу. Ничего подобного, ничего подобного. Первые звездочки, значит, тихо, все тихо, красота, воздух, за 5 километров все видно, слышно. Родниковые такие, ключи такие, метровые родники. И вдруг, говорит, ну ты как там? Куда? На пятачок, куда? Деревенский. Какой пятачок? Ну, ребят, сейчас, говорит, покрасится, там, косички, завьется. Да, все, пошли, пошли, подружки, так, сегодня. У кого там гармошка одна на три деревни? Ну-ка там, ну, не к нам, тресвязка, по червеному, нет. Патефон, тащи гитару, к нам, а-а-а! Откуда что проявляется? Это божья просто сила. И часа на два на три, откуда силы брались. И песни, и пляски, и танцы, и частушки, самоделки, и про все жизни. Тут же о политике, о том, о сём, большие и маленькие. Мы по огородам там в это время, у кого огурцы поспели, у кого вишня. И тогда у дяди Вани поспели вишни, точно про нас, вот, закон был какой, стебли не топтать, огурцы брать только не маленькие, а уже готовые, яблоки, когда только не рвать, просто, чтобы спелые были, вишни, вишни. Вот кто скажет, как вишни в темноте собирать, а-а-а, для тебя в чужом огороде. Значит, так, пока танцуют пляж, заходим, значит, вишни, никто не знает. Темно же, вот, кусты, большие, заходят, смотришь, и неумелые, сейчас начинают там щупать, ничего подобного. Открываю секрет, задаром. Входишь внутрь, раздвигаешь кусты, поворачиваешься спиной и смотришь на просвет, а небо всегда светлее листьев. И вот то, что вот такие вот, это листья, а кругленькие, это вишни. Спокойненько собираешь, вот вам секрет, представляете, какой? На будущее пригодится. А какие песни? И на три голоса сразу, где-то там в Испании, Академии, на два голоса, три года учат там и так далее. У нас сразу, вышло, а-а-а, я третьим, ты вторым. Кто меня учил? Никогда в жизни. И в Москве, и в Москве, это культура, вот это, и есть наследие, языка. А что такое народ? Это язык. Язык, почему первый удар всегда врагов по языку? Он формирует, это возможность передачи информации, формирует твою душу, культуру твою. И так далее, тут бесконечно. Язык не территория, а язык. Народ это язык. А у меня такие вопросы, если можно. Как вы запели в фильме «Освобождение»? И второй вопрос. Как происходили съемки в Берлине? В Берлине? Да. Дело в том, что в 68-м году снимали сразу фрагменты всех пяти серий в Берлине. Нам сказали в Бундестаге, что если вы хотите застать развалины Второй мировой войны, развалины настоящие, снимайте, потому что мы будем это уже скоро сносить, а Александр Плац там вот это будет все заново. Так вот, развалины в фильме «Освобождение» Берлина – это настоящие развалины Второй мировой войны. Это не декорация. Не декорация. Товарищ майор! Что? Дайте пушченку в метро для поддержки. Метро так самый рейс в канцелярии подходит. Ты что, Гитлера в плен за это хочешь? А чем, черт, не шутишь? А? Давай. Спасибо, товарищ майор. Пушку в метро! Остаешься за меня! У нас же снимались настоящие танковые полки. Дивизии солдат, понимаете? Это поразительно. Это не то, что там какая-то мостовка. Ребята еще. А старшие офицеры, которые еще войну помнили. А рядом стена знаменитая. Стена там здесь сколько там? 200 метров, я не знаю. Ну, рядом вот она. Самоходные установки. Старшие, помню, 152 миллиметра. Саввы эти 152. Огромные такие. Сейчас они, кажется, маленькие. Но тогда... Вот они, значит, грызут, там сказать, все эти трамваи, рельсы, скрежут разбитых кирпичей и так далее. Выстрелы. Мы бежим, там, бросаем гранаты, мины, фугасы. Там все трещит, пищит. Автоматы, танки, техника. Короче говоря, как только на первом дубле приэпетировали, и потом начали съемки. Вот первый дубль. И всерьез встали. Ба-ба-ба. И рядом стена эта берлинская. Все, что могло летать за стеной, все поднялось в воздух. Вертолеты, самолеты, я не знаю, что там может. Все. Они перепугались страшно. Они поглядывались там. А когда вот угрохнуло, рядом, рядом был такой желтый пресса. Алекс Шпрингер, кажется, его звали. 17 этажей, высотка тогда еще, 17 этажей. Она вся была усеяна, а потом целиком вообще все этажи. Этим, телекамерами, кинокамерами. Они снимали все, во-первых, и вели прямой репортаж на всю Европу. Смысл какой? Следить надо, потому что русские награли столько техник, солдат, а они под видом кино хотят захватить Западный Берлин. На самом деле. Вперед! Вперед! По пулемету работать, как ювелирам! Огонь! Ребята, за мной! А где происходили съемки затопленного? Затопленного метро? Сейчас скажу. Значит, дело в том, что вбегаем в метро, в Берлине. А дальше в Москве снимали. Да, в Москве, чтобы вы знали. Потому что, ну где в Берлине затопить метро? В Москве. Но! Это, по-моему, 15-й шлюз нагатинский. Вот это огромная бетонная корыта, высотой там сколько метров? 15-12, я не помню, сколько, да? Вот это все, и там была построена декорация станции Берлинского метро. Рельсы проложены, вагоны опущены, платформы выстроены, спуски. Это огромнейшая работа. Быстро туда! А ну, навались! Эй, братцы! А ну-ка, двинем эту бандуру дружно! Давай! Вперед! Что очень важно. Озеров, режиссер фильма, боевой офицер, артиллерист, прошел всю войну. Поэтому он знал предмет. Мехков, Александр, пехотинец, прополз на пузе всю Европу. Войну знал, сами понимаете. Слабневич Игорь, главный оператор, под Сталинградом подбивал танки. Был тяжело ранен. Вылечился. Окончил школу танкистов, стал командиром танка. И в Курской битве уже командиром танка воевал на Курской дуге. Дошел до Берлина. Два или три раза горел в своем танке. Поэтому в фильме «Освобождение» вот эти танки горят всерьез. Это все снималось не кем-то такой. Поэтому все было очень всерьез. Как документальный фильм можно смотреть. «Вперед!» В туннель. И вдруг из туннеля цунами. Под потолок волна. Ну, туннель примерно. Вот такая вода. На нас. И какое тут кино? Тут только спасается. Я этих молодых ребят. Давай вперед, скорее за шкирку разворачивайся. Не сиди, бегом. Вот так. Руль поднимается сразу. Бегом. А бежишь там по шпалу. Не видно уже под водой это все. Бежишь, спотыкаешь. Кто-то падает. Поднимаешь его на платформу. Еле-еле. Не успели оглянуться. Закрыли шлюз. Вот так все стояли уже на платформе. Вот так. Потому что никто не посчитал. Ну, не знали. Говорят, откройте шлюз. На сколько? Ну, на полметра, на метр там. Откройте немножко. А перепад воды-то. Вы представляете, какой? Там каждый сантиметр. Это очень важно. Когда открыли вот столько. Оттуда и рвануло под этим давлением. Значит, все. И два дня, по-моему, съемок или три не было. Почему? Потому что с начальством не могли договориться. Говорят, больше ничего не открываем. Ну, у вас нахрен уходите. У нас всех пересажают за то, что мы там технические нормы нарушили. Говорят, уходите, и все. Больше вас не знаю. Через начальство высокой еле-еле уговорили. Там на 20-30 сантиметров, насколько открыть, я не помню. И то вы видели, как прибывает вода. Это на самом деле так и было. Который майор, они шлюзы открыли. Уходить надо. Есть один выход. Слева, откуда наступали. Не успею. Взрывай решетку. Есть. Ложись! А прожекторов много. Это огромная энергетика. 380 вольт кабели. Десятки прожекторов сверху, снизу, там, со всех сторон. Подсветка нужна. Как нарочно снимали в конце июня, чтобы потеплее была Москва-река. Вода была, по-моему, 9 или 10 градусов. А когда целый день вот так, это холодно. Короче говоря, последний день. Ну, все, сегодня. Давайте, все, готово. Приходим, Леонид стоит. Вот мы вдвоем, а команды нет. Чувствую, что-то не так. К самому такому человеку, к Игорю Слабневичу, к оператору. Говорю, Игорь, ну ты скажи мне сейчас, чего там? Вот тянем время же. Что-то там случилось? Я говорю, да ничего не случилось особенного. Но я тебе могу сказать, дашь честное слово, я тебе верю, никому не скажешь. Я говорю, клянусь, все. Воду каждый раз нельзя было бы качать эти шлюзы. Потому что вот первый раз снимали день, вот там полметра осталось. На второй день приходим, уже не полметра, во время съемки еще понемножку, уже метр, там полтора, да. Следующий день там уже платформа там закрывается водой. И так набиралась вода несколько дней, пока снимали. Он говорит, сегодня кто-то чухнулся, не помню, сказал кто-то, говорит, ребята, А ведь половина кабелей положено по дну, а напряжение 380. И они в воде. Это малейшие пробои, миллиметр технику, все в этот момент понимают, да? И 500 человек вареных, или там 450, готовые. Вот вам и кино. Что делать-то? И Игорь Слабнеевич, он не так давно ушел, царствие Божие, боевой человек был. Он здесь, они все фронтовики были. Вот он сказал, говорит, эх, ребята, да что мы, Эльбу форсили, шпри эту задрипанную, неужели в Москва-реке погибнем? А ну за мной, вперед, операторы, прыг туда. Оп, вот так. И я за ним, и Коль за мной. Товарищ майор! Товарищ майор, уходить надо! Уходи! И все, выскакиваем, живы. Шарахнули сколько можно было, не в глазу, я повторяю, не пишу, честно говоря, очень редко. Но вот такая вот разрядка была, живы. Вот вам кино. То есть это на самом деле, это вот съемки не просто так. Это большая и серьезная работа. Так, спойте последний бой. Хорошо. Написал за один вечер. Я вспомнил свое детство, не мог как сразу. Но вспомнил госпиталь, я в больнице. О чем они говорили, о чем угодно, только не о войне. Хороший, светлый день за вечер написал. Очень просто, как так получилось. Просто вспомнил вот этих ребят в госпитале и написал. Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку в хорошую влюбиться. А мне б до Родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Михаил Иванович, для меня было новостью то, что песня «А на кладбище все спокойненько» придумана вами, а не Высоцким. Написано. Скажите, не поэтому ли Вас записали в список диссидентов СССР и пел ли Владимир Семенович еще какие-нибудь песни из Вашего репертуара? Я начал раньше на сцене работать, чем Володин, попозже пришел. Он несколько песен на моей пел. Вот на кладбище «Спокойненько», «Зачем человеку заборы» нам нового начальника назначили. Вот несколько таких вот крутых песен он это пел. Вопрос о диссидентстве смешно. Конечно, какой я диссидент. Но был такой концерт знаменитый. Я уже к тому времени очень известным был человеком. Был в дворец съездов, только что, не так давно открыли до этого, значит, те годы. И вдруг впервые, 1 января 65-го года, был такой знаменитый вечер. Вечер отдыха. Кого? ЦК комсомола, Московка комсомола и ЦК партии. То есть большой такой комсомольско-партийный вечер. Огромное такое помещение, такое самое большое, 6 тысяч человек. Ну, я выхожу, рубашечка без галстиков, поздравил. И спел, что я первый спел? Зачем человеку заборы? О том, что заборы мешают людям, и вообще сказать, надо, это не самое лучшее. Природу огораживают заборы. Начальственные заборы от людей отгораживаются. Зачем человеку заборы? Один куплет. Знаю я одну семейку, спекулянты и ворюги. Как они прожить сумейка, лучше всех живут в округе. Две машины, дача, клячь, три работника в придачу и цепных овчарок. Свора возле мощного забора. Стоит забор внушительный, стоит стеной могучую. А по забору проволока ржавая, колючая. А за забором жить легко, там хлещу птичье молоко. Там современное жулье буржуями живет. Зачем человеку заборы? Заборы мешают людям. Вот, представляешь, я там спел это. Это просто мой репертуар был, я не специальный. Я на Старой площади все делал. И где-то там в тетюшах. Я никогда не делал тайный свой репертуар. Я это спел. Очень хорошо приняли. Вторую вещь я сделал. Быть заедает. А жизнь бежит в заботах неотложенных. Уж четверть века я давно прошел. Работаю, друзья мои, как лошадь, а получаю вроде как осьел. И целый день приходится носиться то в ясе, то на рынок, то к врачу. А ночью холостаю, жизнь мне снится, я даже просыпаться не хочу. Снова быт, быт заедает. Это второй я спел. Ну, понимаете, да? Тогда спел. Приняли еще лучше, да? Я третью пою песню. Третью. А третью на бис. А на кладбище все спокойнее. Я сейчас пою. Четверть века в трудах, да в заботах я. Все бегу, тороплюсь, да спешу. А как выдастся время свободное, На погост погулять выхожу. Там на кладбище так спокойненько, Ни врагов, ни друзей не видать. Все культурненько, все пристойненько, Исключительная благодать. Нам судьба уготована странная, Беспокоимся ночью и днем. И друг друга грызем на собраниях, Надрываемся, горло дерем. А на кладбище все спокойненько, Ни врагов, ни друзей не видать. Все культурненько, все пристойненько, Исключительная благодать. Друг над другом мы все обижаемся, Выдираемся все из-за плат. То за лучшую должность сражаемся, То воюем за больший оклад. А на кладбище все спокойненько, Ни врагов, ни друзей не видать. Все культурненько, все пристойненько, Исключительная благодать. Ах, семья моя свора скандальная, Ах, ты пьяный, дрочливый сосед, Ты квартира моя коммунальная, Днем и ночью покоя все нет. А на кладбище так спокойненько, Среди верб тополей да берез. Все культурненько, все пристойненько, И решен там квартирный вопрос. Заболели мы автомашинами, Да и нам Волгу, москвич, нам пришли, Обеспечь спазною резиною, И гараж вынь хоть из-под земли. А на кладбище так спокойненько, Каждый в личном, в своем, в гараже. Все культурненько, все пристойненько, Все наездились вдоволь уже. Вот, к примеру, захочется выпить вам, А вам выпить нигде не дают. Все стыдят да грозят вытрезвителем, Да в нетрезвую душу плюют. А на кладбище так спокойненько, От общественности вдалеке. Все культурненько, все пристойненько, И закусочка на бугорке. Старики, я Шекспир по призванию, Не б гамлетов писать бы, друзья. Но от критиков нет признания, От милиции нету жития. А на кладбище по традиции Не слыхать никого не видать. Нет ни критиков, а ни милиции, Исключительная благодать. АПЛОДИСМЕНТЫ Снять это напряжение. Вы знаете, что творится? Тут наделали. Да почему наделал-то? Я ничего не наделал. Я не виноват. Давайте вперед, скорее. Начальник сразу кучится, все бегают. Открывает заняться. Выкатывает рояль. И я спел. Новая, я говорю, новая работа, Я могу что-то забыть, Извините меня. Она вот недавно я написал. И, значит, я спел на бис. Нам нового начальника назначили. А смысл какой? Мне довез в одну артель работать, И начальник там, не повезло нас, Старикашка нас обижал, Понижал расценки, Пуша, Короче, нас совсем прижал. Ну, мы, конечно, возмущаться начали. Хотели было с жалобой идти нам, Нового начальника назначили. Сказали, что причины не найти. А начальник там волю почувствовал, Сразу запил райком у нас зло. Пил да пил, совсем не закусывал. И, конечно, его развезло. Ну, мы, понятно, возмущаться начали. Хотели было с жалобой идти, понимаете. Нам, ну, значит, сказать, Что трезвее не найти. Ну, а начальник, дядя старательный, Поначалу грешил коморством, А потом приглядевшись снимать, Воровством взялся воровством. Ну, мы, конечно, возмущаться начали. Хотели было с жалобой идти, А начальник-то дальше куда уже? Был по женской полеи слаб. Всей артелью бывал за уши Не оттащишь от этих хабаб. Ну, мы, конечно, возмущаться начали. Хотели было с жалобой, понимаете. Нам нового начальника. Сказали, что приличнее не найти. А начальник-то на лодыре смахивал. Все сидел, вздыхал глубоко, Все ходил, душами размахивал. Оказался дурак дураком. Ну, мы, конечно, возмущаться начали. Хотели с жалобой, куда следует. Нам нового начали. Сказали, что умнее не найти. А начальник и люди рабочие. Был ни друг, ни товарищ, ни брат. Подчинял все матом. Позже кулаками махал. Говорю, ну, мы, конечно, возмущаться. Знаешь, на общее собрание собрались. И нам нового начальника назначили. Мы с этим по домам и разошли. Ну, не мог я тебе петь. Вот такая вот песня. Представляете? Приняли. Сами понимаете, как. Я вышел. Раз, два, три поклонился. Говорит, все. Пока тебя не взяли, уходи. Машина, уезжай. И чтоб тебя духу все... В общем, машину дали. Я унесся. И как... А чего? Ты понял? Ты что это сделал-то? Только что сняли Никиту и назначили Брежневу. Представляете, дороже не придумать. И после этого меня в Кремлевский дворец съездов не пускали в 17 лет ровно. И вот я взял сейчас один просто момент. Вот очень интересный к вопросу. Вот журнал «Тайм» пишет. 70-й год. Это уже меня выгнали со сцены 3 года когда. Диссиденты Советского Союза главные. Солженицын, Ножкин, Галич и Акуджава. И две фотографии. Вот я и Володя Высоцкий. Чтоб вы поняли, с кем делаем я. Так, поем. Песня посвящена нам. Молодежи, то есть молодежь среднего поколения. Вам, как мне назвали. Старыми. Ах, как быстро годы наши мчатся. Как кружит нас дел круговорот. Не успеет новый день начаться. Вечер устал чется у ворот. Только что с уроков убегали. Только что влюблялись в первый раз. А уж половину отшагали. И осталось полпути у нас. Давай опять пойдем весне навстречу. Давай в глаза рассвету поглядим. Еще не вечер, еще совсем не вечер. Все главное, быть может, впереди. Еще не вечер, еще совсем не вечер. Все главное, быть может, впереди. А почему нет? Надо жить, творить, следать, любить. Обязательно любить. Только вешать голову не надо. Только нас не надо опускать. Счастье наше уходит где-то рядом. Но только нас не может отыскать. Вот и все. Давай опять пойдем весне навстречу. Давай в глаза рассвету поглядим. Еще не вечер, еще совсем не вечер. Все главное, быть может, впереди. Еще не вечер, еще совсем не вечер. Все главное, быть может, впереди. Все главное, быть может, впереди. Вот желаю вам, что все главное еще впереди у каждого нас было.